Два базовых навыка, без которых мы просто не выживем в современном мире. Всем долгожданный привет! Меня не было на канале два месяца, и сейчас я сначала быстро расскажу, почему, и мы перейдём с вами к очень, знаете, очень классной, очень насущной теме, потому что мир сейчас так быстро меняется, столько всего происходит вокруг, и необходимо адаптироваться к новым реальностям. Так вот, где я была? Как можно заметить, у меня новый интерьер, мы переехали в новую квартиру, в новый район, мы по-прежнему живём в Стамбуле пока что, и я уже здесь обустроилась, уже купила новую домашнюю одежду под новый интерьер, мы уже изучили район, рестораны для завтраков, рестораны для ужинов, в общем, всё самое важное уже есть. И также я занималась зубами, у меня сейчас новая долгожданная улыбка, о которой я мечтала, наверное, 10, даже 15 лет, потому что у меня постоянно были какие-то проблемы со здоровьем зубов и с эстетикой, я постоянно с этим мучилась, и сейчас, наконец-таки, я могу уверенно красиво улыбаться всегда. Поэтому я хочу предупредить, что у меня немного искажена дикция, я ещё не очень привыкла, мне исправили прикус, и я немножко щёки вот здесь вот закусываю, и из-за этого мне неудобно говорить. Когда я начинаю очень быстро говорить, в общем, вы можете почувствовать, что я буду прям проглатывать слово. Итак, два базовых навыка, без которых мы действительно в жизни не сможем справиться. Первое, самое базовое, это, конечно же, расслабление. Очень важно научиться расслаблять свой тревожный мозг. Более того, мы прекрасно понимаем, почему с каждым годом всё больше и больше становится перманентно тревожных людей. Да, что такое тревога? Это беспокойство за будущее. Наше будущее стало очень размытым. Мы не понимаем, что нас ждёт. И мы при этом понимаем, что те планы, которые мы строим, они неточны абсолютно, потому что может что-то произойти. Мы с вами уже очень научены, да, жизнь нас научила, что что-то может произойти, и планы могут в корне поменяться. То есть у нас нет будущего, мы не понимаем, какое оно, а то, какое мы строим, всё равно его постоянно приходится корректировать. И в связи со всем этим, очень тяжело говорить, и в связи с этим всем мы очень тревожными становимся. Я считаю, что в целом в ближайшие 10-20 лет болезнь, тревожный мозг будет чуть ли не в каком-то официальном реестре болезней, потому что с этим невозможно жить. Давайте вот просто на вскидку, так, там его будет видно, подождите. Давайте перечислим причины, по которым мы с вами можем тревожиться. На самом деле у современной женщины огромное количество причин, чтобы затревожиться, чтобы запереживать и не понимать, что происходит. Да, потому что у нас появилось большое количество сфер в жизни, в которые хочется удивлять время и в которых хочется получать результаты. То есть это общение с собой, это общение с партнёром, выводить на более глубокий, более гармоничный, более страстный уровень. Да, это путешествие, это саморазвитие, это заработок денег, это карьера, это обучение, да, и наш постоянный рост. Это духовный рост, это дети, родители, это общение с друзьями. И мы не можем разорваться на всё. Если мы переутомляемся, наш мозг автоматически начинает просто выключаться. Мы впадаем в тревогу, в апатию, у нас нет сил, нет энергии. И получается, что первое, что нам нужно научиться делать, это расслабляться. Когда вот в таком вот режиме вы научитесь замедляться, во-первых, смотрите, когда мы медленны, мы понимаем, что мы больше замечаем. Да, то есть когда мы замедлились, представьте, что у нас есть кнопка, которая раз и замедляет нас, или, например, замедляет весь мир. И вы можете просмотреть и проанализировать, знаете, в фильмах так иногда показывают. И вот когда вы более медленны и спокойны, у вас есть больше времени проанализировать и сделать правильные действия, прочувствовать, что нужно вам, что важно вам. Если мы в постоянной суете, тревоге, вот мы крутимся, 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 происходит какое-то внешнее событие, вы не успеваете среагировать на него, вы не успеваете почувствовать, это ваше, не ваше, про вас, не про вас, оно вам надо или не надо. И вы принимаете решение просто вот в такой суете. И дальше идут последствия, действия, последствия и так далее, и так далее. Да, и мы понимаем, что когда мы спокойны, когда мы расслаблены, у нас всё протекает намного гармоничнее. И получается, что самое страшное, что для общества будет, это беспокойный, тревожный мозг, который просто не даёт вам расслабиться. Теперь ключевое. Смотрите, когда вы не расслаблены, мы прекрасно понимаем, что стресс убивает в целом наше здоровье, стресс убивает нашу красоту, да, и стресс безумно, он везде и во всём, и при этом он так губительен для нас. Получается, что задача каждой женщины научиться расслабляться, почувствовать то самое чувство безопасности, расслабления и спокойствия. И обратите внимание, задайте себе вопрос, или вообще в целом, как вы считаете, от чего запускаются вот эти тревожные процессы в вас? После чего? Как так получается, что вы, допустим, существуете, у вас всё хорошо, а потом бах, и вас окутывают страхи, сомнения, вам плохо, у вас нет энергии, у вас желание спрятаться, закутаться, чтобы никто вас не видел и не слышал, и вы не понимаете, что делать? Или вы просто впадаете вот в такую гонку, и только успеваете вздохнуть, да, выдохнуть, и у вас куча решений, куча действий, и вы просто ничего не успеваете. От чего? Подумайте. Самое интересное, что здесь будет всё как всегда. Вот мысль. Мысль, одна мысль, которая попадает вам точно в вашу боль, запускает те самые чувства. Страх, тревога, беспокойство. Я какая-то не такая, у меня не получится, да, огромное количество сомнений, сейчас уже не то время, я не в том возрасте, что-то, 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 как-то. Какая-то одна мысль, либо совокупность мыслей. Как правило, они, знаете, вот так друг за дружкой накатываются, как снежный ком, но одна какая-то мысль запускает весь этот процесс. То есть, как это происходит? Давайте я вам сейчас покажу. Секунду. Как вообще в целом это у нас происходит? Как это происходит? Первое. Первое в нашей цепочке – это мысль. Всё начинается с мысли. Пишем мысль. Мысль даёт следующую реакцию. Это чувство. То есть, у вас проникла мысль, что вы не успеете что-то сделать, и вы вообще очень плохо работали, и у вас теперь ничего не получится, и вы в целом не добьётесь никакого результата. Да, то есть, какая-то вот точечная мысль. Эта мысль запускает процесс, и вы начинаете ощущать чувства. Вы чувствуете себя недостаточной, вы чувствуете себя неценной, вы чувствуете себя слабой после таких мыслей, вы чувствуете опустошённой, вы чувствуете себя маленькой, вы чувствуете себя глубенькой и так далее, и так далее. то есть вы начинаете это внутренне ощущать эти чувства третье эти чувства запускают какой следующий процесс принятие решений принятие решений получается что вам загрузилась мысль которая запустила определенные чувства и на основании этих чувств вы принимаете решение верные ли это решение правильные ли они для вас лучшие ли они для вас есть решение которое мы принимаем а потом оглядываясь чуть-чуть назад и думаю боже мой как я могла это выбрать ну то есть я явно была в каком-то состоянии аффекта да наверное я слишком устала мне было тревожно я не взяла время подумать я то есть была как будто бы слишком во внешнем мире и приняла решение абсолютно не подходящее для меня так вот вот эти мысли это состояние тревожности постоянный беспокойный мозг он заставляет нас все время по вот этой цепочке принимать неправильные решения да и конечно же самый логичный итог это четвертое ключевое у нас то принятие решений запускает что непосредственно действие вы приняли решение и совершаете действия и если мы смотрим на всю эту цепочку у вас появились ложные принятые решения и какие-то ложные действия это могут быть действия которые вы знаете делаете хаотично постоянно они не приводят вас к результату вам от ним не хорошо от них не хорошо вы страдаете но вы постоянно делаете это действие и вас нужно просто вот так вот вырвать из какой-то понятной вашей рутины в которой вы уже закрутились как раз таки как белка да вот представьте вот белка колесо вы эту белку вырываете сажаете и говорите все хорошо на этом расслабься успокойся я тебя понимаю давай посмотрим в корень этих чувств надо чтобы она успокоилась побыла с собой занялась любимыми делами чтобы ее максимально вытащить из мозга и погрузить на уровень сердца сердце все знает сердце все чувствует сердцу можно доверять в сердце нашей интуиции и получается что вот эта белка немножечко расслабилась выдохнула и она уже совершенно по-другому начинает запускать все эти процессы то есть здесь катализатором были мысли что я не справлюсь я не успею я какая-то не такая со мной что-то не так а вот теперь представьте что у нас есть другой сценарий тогда вы спокойны и расслаблены более того у вас есть инструменты с помощью которых вы сами можете себя расслаблять успокаивать то есть происходит какая-то ситуация в жизни вы понимаете что у вас начинается как бы до уровень стресса тревоги поднимается и вы расслабляетесь и так какие у вас при этом мысли в голове то что я прекрасно у меня все хорошо я это сделаю я разрешаю себе ошибаться внутри меня всего достаточно чтобы создавать то что я хочу да и вы с этими мыслями соответственно это была наша мысль дальше что идет чувство какие чувства вы будете испытывать при этом чувство полноценности чувство значимости чувство ценности себя да то есть любовь к себе заботу о себе вы будете понимать что вы вы будете ощущать себя на своем месте правильное время в правильном месте много-много всего да и вот эти чувства внутри вас дальше принятие решений вы будете принимать решение исходя из этих чувств из этого состояния и дальше у нас действия и вы будете делать действия из этих состояния и из правильно выбранных для себя решений представляете то есть по сути это две абсолютно разные дороги и эти дороги ведут в абсолютно разные места да можно сказать что предыдущий путь когда у вас стресс и тревога как будто мы заходим в болото и погружаемся в него все глубже и глубже и глубже и глубже и глубже когда мы в постоянном стрессе ничего не соображаем а второй путь это путь когда вы уже выходите из болота и попадаете на какую-то цветочную поляну и у вас все хорошо и вы понимаете что вы растете вы развиваетесь так вот первый самый важный навык это расслабление в эру искусственного интеллекта я уже видела большое количество искусственных аватаров которые ведут социальные сети которые ведут ролики и снимают рюсы да социальный искусственный интеллект сейчас заменяет огромное количество профессий и люди понимают что все происходит намного быстрее то есть уже для того чтобы раньше как заказчик обращался к дизайнеру да ему рисовали картинки видео презентации это занимало время сейчас все можно сделать намного быстрее сейчас бизнес может существовать намного быстрее соответственно все ускоряется и опять те кто слишком медленны слишком медленно или те кто стоят на месте у них будет еще больше подниматься уровень тревожности и получается что что нужно делать уметь успокаивать себя если мысль способна запустить такой разрушающий процесс значит мысль способна запустить процесс исцеления значит мысль способна держать вас на плаву мысль способна поддерживать вас именно здесь именно поэтому пока эти два месяца я отдыхала у меня вышли новые загрузки обязательно по ссылке ниже посмотрите какие там загрузки на что потому что конкретно сейчас мы поговорим про загрузки на расслабление и спокойствие я считаю что это базовые загрузки которые нужны каждой женщине и они намного важнее чем загрузки на женственность сексуальность деньги и так далее потому что весь наш путь вся наша жизнь по этой цепочке в каждой сфере начинается со спокойствия и с расслабления если вы в тревоге у вас заболевание у вас нет энергии у вас просто нет сил привести себя в порядок сделать что-то новое сделать что-то классное для себя поэтому обязательно поддерживайте себя попробуйте эти загрузки слушайте их каждый день слушайте их два раза в день слушайте их перед сном чтобы успокоиться или наоборот утром чтобы максимально настроиться на день успокоиться и расслабиться в ней заложены фундаментальные позитивные программы и чувства да то есть чем это загрузки отличаются просто от аффирмации медитации да то есть медитации мы сюда не берем допустим аффирмации аффирмации это просто мысли это просто фразы это загрузки это подгрузка программ и чувств вам подгружаются чувство спокойствия безопасность расслабление и вы начинаете это проживать запускаются эти чувства внутри вас поэтому обязательно попробуйте и второй самый главный навык это поддержка себя и здесь она невозможна без найти внутреннего стержня и внутренней опоры потому что вырвать себя из колеса сесть и послушать загрузки понять да что эти загрузки пропустят запустят правильные процессы или заняться таким-то делом которое вас расслабит на это важно как раз таки это и есть поддержка на это нужно внутренние опоры не впадать в постоянный минус не жалеть себя не говорить что я бедная несчастная ничего не успеваю все люди уже все создают а я вот стою на месте у меня ничего не получается да поэтому внутренняя опора прежде всего нам безумно важно здесь опять если мы возвращаемся к нашему нестабильному очень быстро развивающемуся миру то мы понимаем что вот в те моменты когда происходят события которых мы не ждем когда рушится наши планы когда как будто бы все происходит как-то не так как мы это ожидали вот здесь нам нужна сила внутри себя сила не сойти с нужной нам дорожки силы идти дальше сила продолжать сила делать что-то новое да потому что сейчас большое профессии большое мне нужно небольшая пауза потому что сейчас большое количество профессий начнут уходить соответственно вот здесь максимально нужна поддержка себе до поддержка в том плане что вы обязательно найдете в себе силы вы все создадите вы все сделаете для себя до постоянная поддержка не будет вокруг вас людей которые постоянно будут вас оберегать поддерживать направлять и все 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 никто не обязан это делать каждый должен жить максимально своей жизнью и помогать себе поэтому самоподдержка это базовый навык без которого ну все мы просто остановимся случится что-то что мы не ожидали у нас что-то не получится мы будем ждать внешнюю поддержку но в тот момент когда вы сильно сильно ощущаете что вас никто не поддерживает это самый первый знак что вам нужна поддержка от себя вам нужно научиться давать поддержку самой себе как только вы научитесь это делать вы заметите что другие люди тоже научились поддерживать вас и у них это получается легко они хотят поделать сами все всегда начинается только с нас как можно базово поддерживать себя и быть пусть не постоянно но расслабленной и спокойной когда это нужно очень важный лайфхак во первых загрузки медитации да это то что запускает наши мысли это первое с чего нужно начинать и второе это составить свой график работы и жизни под свои потребности то есть если вы понимаете что вам нужно больше времени на себя чтобы как раз таки расслабляться чтобы заниматься каким-то любимым делом потому что когда женщина занимается йогой растяжкой спортом она расслабляется когда вы плаваете в бассейне вы расслабляетесь когда вам делают массаж вы расслабляетесь и в первую очередь я сейчас говорю про расслабление как раз таки разума вот тот самый беспокойный мозг начинает расслабляться но когда вот вы в таком состоянии у вас не возникнет мысль скорее всего отвести себя до массаж вы впадаете в некую цикличную петлю но намного удобнее надеть наушники и послушать загрузки они сделают все сами и вы отправите себя на массаж так вот составить график таким образом чтобы вам чтобы у вас в вашем дне в расписании недели были действия которые вас расслабляют если мы это не сделаем сами если мы не позаботимся о своем состоянии то это не сделает абсолютно никто просто никто попробуйте сделайте фокус на своем расслаблении на своем чувстве спокойствия да то есть пронаблюдаете какие действия вашей жизни дарят вам спокойствие и еще один момент конечно очень важный мы прекрасно понимаем что если вашей жизни тянутся большие проблемы которые вы из года в год не решаете то как вы будете постоянно спокойны если накопилось слишком много проблем как финансовые проблемы проблемы с самореализации проблемы в отношениях какие-то незакрытые нерешенные задачи которые знаете так лежат над вами что здесь в первую очередь важно и сделать первое все равно постараться расслабиться но расслабиться не для того чтобы быть спокойны и расслаблены перманентно а расслабиться для того чтобы сделать шажочек для решения проблемы вы сделали этот шаг вы посмотрели да то есть как вам их решить раскидали эти проблемы по задачам на то есть начать с этой потом с этой потом с этой да что и что я могу сделать составить какую-то стратегию и вот так кратковременно поддерживать и помогать себе сделали шажочек понимаете что вам опять тревожно расслабляетесь потом еще шажочек и опять расслабляетесь поэтому напишите что вы думаете на этот счет и я думаю что я буду уже завершать потому что первое я отвыкла записывать видео на youtube или сейчас осознаю что конкретно это видео получается каким-то сумбурным как будто бы полу скомканным второе я очень устала говорить как я повторюсь что у меня новые зубы новая улыбка новый прикус и у меня сейчас очень сильное напряжение вот здесь вот в челюсти неудивительно я говорю по моему уже 23 минут так вот думаю на этом можно завершать поделитесь как вы ощущаете вообще в целом наше будущее что будет происходить и что вы думаете на этот счет на этом у меня все всем до встречи на следующем видео пока пока